Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим второй способ, как сделать интродукцию. Благодаря автокомпанементу, используя его, это все мы запишем в секвенсор корги, добавим мелодию, сохраним midi файл и потом мы его загрузим непосредственно при создании стиля в интродукцию. С чего мы начнем? Ну, начнем мы с того, что мы выберем какой-то стиль, который нам будет подходить к нашему вступлению. Выберем какой-то стиль. Я, допустим, вот этот выбрал стиль. Хочу его послушать. Хочу использовать интродукцию здесь в автостиле именно третью. С третьей начинать. Послушаем, как он звучит. В принципе, меня устраивает это дело. Далее мы переключаемся в секвенсор. Нажимаем кнопку секвенсора и нажимаем кнопку record. Здесь выбираем вторую строку backing секвенсор. Здесь можно в резолюции поставить восьмыми, чтобы нам выравнивало нашу игру. Точность нажимания. Обращаем внимание на темп. Устанавливаем темп, который нам нужен и произведем запись гармонии, на которую будем вложить потом мелодию. На панели нажимаем третий quant in. То, что я хочу с брека записать. И чтоб перешло на первую вариацию, допустим. нажимаем запись. Играем. Брейк можно поставить. то есть вот до восемнадцатого такта мы записали то есть после восемнадцатого такта здесь не должно и идти ничего. Мы здесь немножко прослушаем хвост. Вот я галочку ставлю, чтобы, например, с какого-то, допустим, семнадцатого такта воспроизвело и я послушаю, что там в хвосте делается. В восемнадцатом такте не должно быть ничего. Поэтому я хочу с восемнадцатый такт и далее все отрезать. Заходим в меню. Выбираю song edit и в режиме cut с десятого, не с десятого, а с восемнадцатого такта я удаляю все остальное. Ну вот здесь там у нас один такт, там плюс-минус что-то там есть. Ну, допустим, я поставлю два такта и применить. Yes. Выходим. Послушаем. Шестнадцатого такта. Что у нас там осталось? Все. Хвоста у нас теперь здесь нету. Хотя эту операцию можно проводить и лучше ее производить именно потом, когда мы все запишем. Ну, я вот сейчас сделал, сделал сейчас именно. Теперь я хочу записать какую-нибудь мелодию. Ну, чтобы знать в каком треке это записывать, я хочу напомнить, что у нас самоиграй работает с девятого по шестнадцатый канал. А здесь мы видим с первого по восьмой. Поэтому выбираем трек select, чтобы увидеть с девятого по шестнадцатого и посмотрим при воспроизведении, какие треки у нас свободные. Сначала посмотрим. В принципе, у нас свободный 15-16 такт. Сюда, в принципе, мы можем записать какую-нибудь мелодию. Для начала, допустим, я хочу дополнить, записать какую-нибудь гармонию. Вот как вот strings стоит уже здесь. В принципе, выбирать особо не надо было. Вот. Если у вас какой-то другой инструмент, выбирайте другой инструмент. И мы запишем. Нажимаем record. Теперь мы записываем, продолжаем не в backing sequencer, а так как у нас аккомпинент уже записан, мы выбираем multitrack sequencer. Вот. Здесь обращу ваше внимание на то, что здесь у меня стоит override. Это перезапись. То есть, если мы ошиблись и заново записываем, предыдущая стирается. Если overdub поставим, то это будет накладываться. Опять же, смотрите на резолюцию, из какого такта мы пишем. Вот. Так как я гармонию буду записывать, в принципе, здесь самые крупные, это восьмые ноты у нас. Мы это оставляем. Нажимаем запись и продолжаем писать. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы записали. Дальше переключаемся на какой-то сольный инструмент. Допустим, я поставлю здесь какой-нибудь фортепиано. Обыкновенно стандартный фортепиано. И я что-нибудь запишу. Здесь, так как могу мелкими нотами играть, я, конечно, восьмые не ставлю, а ставлю шестнадцатыми резолюцию и пишем. Продолжение следует... Записали мы это дело. Дальше... Давай теперь прослушаем, что мы записали. Вот сейчас я вышел из записи и просто воспроизводим, что мы там позаписали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Обращаем внимание на конец такта. Раз, два, три, четыре. То есть в восемнадцатом такте у вас не должен секвенсор дальше идти в тишине. Не то, что не играть, а не должно дальше просто вообще ничего, никакой информации. Должен просто резко остановить секвенсор. Вот. Допустим, мы это все уже записали. Вот в таком виде у нас она должна примерно быть с набитой информацией. Теперь мы должны все-таки обратно зайти в сонг и выбрать all. И мы хотим... Вернее, я хочу удалить все, что там было после восемнадцатого такта. Любая информация должна быть удалена. Выходим. Сейчас послушаем, что у нас там есть. Чтобы всю эту песню, фрагмент не слушать, мы отмотаем на шестнадцатый такт. Вот видите, он резко закончил воспроизведение. Значит, там дальше информации никакой нет. Теперь мы сохраняем данный сонг. Выбираем save song. Ну, там я вот сейчас хочу этот файл просто переписать. Нажимая save, вы создаете здесь какое-то имя. Куда записывать? Я вот сюда буду, хочу переписать данный файл. Все, я его перезаписал. Теперь мы выходим в режим стиль play. Нажимаем кнопочку и выходим туда. После этого нажимаем кнопку record. И здесь выбираем создание нового стиля. Вот мы зашли в запись создания нового стиля. Мы помним, что мы играли в ля-минорной тональности, и это интродукт. Поэтому здесь мы выставляем интро 1. Я сюда хочу загрузить вот ту информацию. После этого мы должны загрузить MIDI файл. Нажимаем кнопку меню. Выбираем импорт. В импорте мы выбираем, что мы хотим загрузить, откуда. Вот он MIDI файл. Инициализацию. Оставляем галочку. Там почему-то в паспорте написано. И выбираем интродукция 1 в KV1. Мы помним, что в KV1 мы загружаем минорные тональности. Так, применить. Yes. Вышли. Мы видим, что у нас здесь буквы стали большими. А это говорит о том, что у нас появилась тут информация. Чтобы не было никаких проблем и никуда она не исчезла, после загрузки мы сразу сохраним этот стиль. Поэтому выбираем записать стиль. Присываем ему какое-то имя. Допустим, MMM. Окей. И выбираем, куда мы его запишем. Я куда-то туда, вот сюда, например, запишу. Перепишу эту ячейку. Все. Мы его сохранили. Теперь можно, конечно, послушать, что мы туда загрузили. Но так как формат загрузки воспринимается инструментом нулевым, поэтому информация о тех тембрах, которые мы тогда установили в секвенсоре и записали, она не сохраняется. Для того, чтобы потом слепо не лазить, не гадать, какие звуки были, вы тогда в тот момент запишите на бумажечке, допустим, какие инструменты были и какие громкостя стояли, чтобы потом быстренько сделать баланс и назначить те инструменты, которые уже там были. Ну, я вот не запомнил. Буду я тут на шару какую-то составить. Ну, сейчас послушаем, что у нас получилось-то, что мы загрузили-то сюда. Выходим из записи. У нас этот МММ осталось. Я нажимаю первую интродукцию, так как мы туда ее разместили. И посмотрим, что у нас получится. Мы смотрим, видеть, видим здесь, что количество тактов 18. Я уже нажал, пустой такт прошел, и потом еще. Вот. Мы видим здесь, что у нас барабаны играют. То есть все инструменты играют неправильно, кроме одного фортепиано. Потому что у нас по умолчанию инструмент фортепиано стоит. Поэтому мы такой выбирали. Поэтому как бы это умный. Обратим внимание, что у нас там в окончании творится. Должно четко все без лишних доигрышев каких-нибудь там. Вот. Видите, все у нас правильно закончилось. Вот так что-то читает. Но это считает пустой. Именно пустую на пустую вариацию уже вышел он. Так. Далее. Возвращаемся в редактиры. Нажимаем опять рекорд. Выбираем теперь реактирование текущего стиля. Здесь опять мы выбираем наше интро. Вот. И мы здесь видим, что здесь 18 тактов показывает. Один такт у нас пустой в начале был. Мы когда поразместили, программа добавляет еще один пустой такт. Чтобы его избежать, его надо просто удалить. Как это сделать? Мы заходим в меню. Выбираем стиль edit. Редактирование стиля. И здесь в закладках выбираем cut. Cut это удаление тактов вместе с информацией. А delete это у нас удаление информации, но остаются пустые такты. И у cut такая еще функция есть, что если мы это где-то в середине вырезаем, то это вырезается и остальное пододвигается. Значит, как тут работать? Вот мы видим, что мы хотим отредактировать именно в интро 1, kv1. Старт это тот такт, который мы хотим удалить. Мы уставим на начало. Первый это значение, это количество, сколько тактов мы хотим удалить. И мы хотим один. Нажимаем применить. Yes. Не забывайте, что мы должны сохранять. Write стиль. Записали. Выходим. Послушаем, что у нас получилось теперь. Нажимаем опять intro 1. Вот как раз мы видим, что у нас сразу пошла без пустого такта в начале. Проверяем, все ли у нас в порядке. Ну вот здесь почему-то, я не знаю по каким причинам, но вот секвенсор почему-то при удалении первого такта, он почему-то оставляет еще какой-то хвост непонятный. Но мы сейчас с этим разберемся. Возвращаемся обратно в редактор. Редактирование текущего стиля. Смотрим. Так, интродукция первая. И смотрим. Здесь у нас оказывается воспроизведение запись. Почему стоит 18 тактов? Для того, чтобы это не было, у нас 17. Поэтому мы здесь вот это вот дело убираем. Чтобы не было вот этих вот лишних тактов. Опять перезаписываем. И посмотрим, что теперь у нас получилось. Пока на темп не обращаем никакого внимания. До встречи. После получения. До встречи. Пока. все и переключился у нас как раз все правильно мы сделали почему 17 не 16 потому что у нас вначале идет там небольшой отсчет break и как раз квадрат именно 16 тактов то есть все мы правильно сделали теперь возвращаемся опять в редактирование стиля в интродукцию что теперь нам надо сделать нам нужно теперь чтоб правильно аккорды отображались на клавиатуре нам нужно поставить мы же писали в ля минорном аккорде да поэтому надо везде поставить значение что у нас это ля минор чтобы транспонирование происходило правильно то не здесь что там она играет так вот мы устанавливаем минор везде то есть это мы сейчас создаем с вами минорную еще повторюсь минорное вступление таким же образом мы делаем также и мажорная на кв2 то есть в кв1 мы загружаем именно минорную так вот мы это все сделали проверяем но барабана здесь не активно поэтому нам не надо чуть здесь трогать только здесь и чтобы был но транспорт теперь уайт записываем за кстати можем здесь поменять поставить там у нас был 96 по моему тем чтобы у нас тем больше уже не скакал так непонятно с такой с большой скоростью сейчас проверим нету все равно но это не страшно потому что принципе мы потом это все подведем не сохраняйте ну ради бога теперь мы с вами приступим к тому чтобы нам нужно поменять звук конечно то что тут играет непонятно чего играет я еще раз хочу сказать что все таки перед тем как сбрасывать файл суда все-таки когда записывать и посмотреть какие инструментом играет ну есть конечно не хотите на ходу потом все это придумывать сейчас включим посмотрим что там за барабаны нас тут здесь у нас был стринг фортепиано ну ка еще раз мы сыграем петля крутится кстати чтобы вступление играла постоянные петли можно было редактировать нажима удерживаем клавишу первой интродукции и нажимаем на в вариацию и они обе к на индико 2 индикатор начинает мигать и у нас постоянная петля воспроизведения идет что это было непонятно ну пускай это играет да тут тоже у нас что то такое было тоже какая-то перкуссия была штука там а вот тут интересно что у нас такое что здесь вот играл такой ну пусть я сам принцип хочу все-таки показать они сейчас идет сведения какой-то вот вот мы сделали поставили тембра поставили темп все и теперь мы вот как раз выбираем записать все эти изменения и темповые тембровые вот третью строку мы убираем и записываем теперь у нас все в ажуре все нажимаем интродукцию первую вот у нас все это и получилось хочу сказать что вот последние тарелки которые у нас есть если вдруг они не попадают нужно дописывать вручную там в секвенсоре она как вот я еще в предыдущем уроке показывал то есть последнюю тарелку нужно будет ставить в самый конец тика четвертой доли вот здесь вроде в автоаккомпанементе бреки тарелки ставятся и они уже как бы ставится с с опережением то есть чуть раньше им поэтому как бы вот обрезая точно по первую долю следующего такта именно который деда на должна наступая вступать в вариации тарелка все-таки проскакивает вот таким же способом мы пишем и мажорную и потом мы то есть только в к в 2 мы записываем и потом мы в аккордном блоке мы устанавливаем значение чтобы они нас на мажор на минор играть сами это я уже говорил и показывал предыдущем уроке где мы записывали делали интродукцию вручную сначала то есть именно непосредственно в режиме записи стиля самого вот так если есть вопросы пишите извиняюсь конечно что вот много воды наговорил потому что я в принципе не занимаюсь как таково вот такой писание на просто вот есть такая функция ее можно вот таким образом использовать кому это удобно у кого может компьютера нет может таким способом побыстрее поинтереснее там сделать вступление всем пока все пишите стучите звоните ставьте лайки